Текущая неделя в рабочем графике президента Шавката Мерзиёева весьма насыщенная. Важные переговоры на международном уровне. Второй день подряд глава государства знакомится с созидательной работой в Ташкенте. В последнее время город меняется на глазах. Создаются достойные условия для жизни людей, строятся жилые массивы с максимальным комфортом. Запускаются перспективные проекты, решается вопрос занятисти населения. И данный процесс всегда находится под пристальным вниманием руководителя страны. Сегодня президент Шавкат Мерзиёев посетил Сергилинские и Алмазарские районы. И ознакомился с рядом производственных мощностей, побеседовал с жителями Махалей. Сегодняшний день запомнится надолго. Производственникам, предпринимателям, строителям, а самое главное простым горожанам. Жителям ташкентских Махалей. А все потому, что президент был с ними, как говорится, на одной волне. В открытом искреннем диалоге. Несколько часов, но каких? Сколько новых идей возникло? Сколько точек роста определено? Сколько важных поручений дано тем, кто на своем участке должен сделать все, чтобы государство было ориентировано на людей? А их зона комфорта стала максимальной. Солнце в зените! Картес Шавката Мерзиёева въезжает на территорию Сергилийского района. За последние годы он преобразился. Беспрецедентные масштабы строительства осуществлены. Новые массивы выросли, как грибы после дождя. А значит, еще актуальнее стал вопрос трудоустройства. Решить его, уверен президент, можно активно поддерживая предпринимательство. Последовательно развивая промышленное производство. И не случайно первым пунктом этой рабочей поездки лидера страны стали именно индустриальные мощности. Предприятие «Алютекс». В стране сегодня уделяется большое внимание развитию альтернативной энергетики. По всей республике в активной фазе установка солнечных панелей, призванных повысить энергоэффективность и последовательно внедрять принципы зеленой экономики, снижать техногенный прессинг на окружающую среду. Запуск подобных масштабных проектов, конечно же, увеличивает спрос на алюминиевые профили. В мае этого года общество с ограниченной ответственностью «Алютекс» запустило проект по производству алюминиевых профилей для окон и солнечных панелей. Предприятие способно выпускать в год 36 тысяч тонн алюминиевого профиля, более 350 видов. Глава государства посетил данные индустриальной мощности, детально ознакомился с производственным процессом и продукцией завода, его потенциалом. В последние годы были проведены очень много колоссальных реформ. Первый – это конвертация. Следующие реформы – это соглашение GSP Plus с Евросоюзом и GSP Plus Extended с Великобританией, что дает возможность узбекским производителям без таможенных почин отправить свои товары в европейские рынки. У нас было две презентации руководителей страны. Это презентация компании «Алютекс», новый «Алютекс-2» – это новый завод, производственной мощностью 36 тысяч тонн в год алюминиевых профилей и сплавов. А также вторая презентация – наш завод, который тоже расположен в Сергилинском районе. Это компания «Прокап», которая является одним из главных лидеров сейчас Центральной Азии по производству кабелей и переработке алюминия и медной продукции. Мощность компании «Прокап» – это 40 тысяч тонн медной продукции и 12 тысяч тонн алюминия, а также 52 тысячи тонн мощности имеет «Алютекс». Суммарно два завода может переработать 100 тысяч тонн цветного металла. Один из главных наших направлений – экспорт. В этом году мы планируем экспорт на 150 миллионов долларов. География экспорта – это, в первую очередь, Европейский союз, Великобритания, африканские страны, ближневосточные страны, а также страны СНГ. Постараемся уже на следующий год увеличить наш экспорт минимум на 25-30 процентов, и это будет составлять минимум 200 миллионов долларов. Президент, увидев наши возможности, показатели, дал свои рекомендации и предложения. Длинные льготные кредиты, новые направления для расширения данных предприятий. Мы очень рады этому и будем стараться развивать по этому направлению. Информировали Шавката Мерзиёева, что на предприятии установлено современное оборудование из Италии, Южной Кореи и Турции. Оно позволяет обеспечивать на выходе конкурентное качество. Принципиально важно, что по данному промышленному адресу создано 400 новых рабочих мест. В этой сфере я работаю уже два года. Мне очень нравится эта работа. Я интересуюсь этим. Этот завод новый открылся и много здесь перспектив. Удобства очень хороши для женщин особенно. И зарплата у нас хорошая. Я очень рада, что я здесь работаю. Кстати, с сентября начнется выпуск еще 130 новых видов алюминиевых профилей. То есть появятся новые статьи дохода, а значит, отмечают предприниматели, реинвестиции в развитие. Наряду с импортозамещением продукция будет поставляться за рубеж. Мы планируем построить совместно с ведущими мировыми компаниями солнечные и ветряные станции общей мощностью более 15 гигаватт. Отметил в эти минуты президент. Устанавливаем повсеместно солнечные панели. Это готовый рынок. Большие возможности для наших производителей. Только главное требование – качество. По инициативе руководителя страны ведется активная работа по переходу на зеленую экономику. В этой связи электротехнической отрасли тоже было поручено разработать программу по локализации необходимых материалов, необходимых изделий для импортозамещения технологий по возобновленной энергетике. В ассоциации «Взольтехсонал» совместно с нашими предприятиями на сегодняшний день уже локализовали полностью кабельно-проводниковую продукцию, которая применяется в солнечных технологиях. Это дает нам очень хорошие возможности не только оптимизации импорта на внутреннем рынке, а также выхода на этой продукции на экспортные рынки. Если посмотреть цифры, то импорт кабелей для солнечных панелей составил порядка 10 миллионов долларов. Запуская это производство, мы уже будем работать только по оптимизации и по уменьшению импорта. Кроме этого, планируем запустить три производства солнечных панелей. Это первое в Ташкентской области, в Янгирском районе, мощностью 200 мегаватт. Будем запускать производство в республике Карагал-Пакстан с производственной мощностью 250 мегаватт, а также в Ташкенте будут организованы дополнительные производственные мощности. Мы сможем закрыть весь потребность на внутреннем рынке, а также сегодня в рамках посещения предприятий в Сергилийском районе, уважаемый президент дал нам дополнительные поручения, дополнительные планы по дальнейшему увеличению локализации комплектующих частей. Это фотоячейк, применяемых в фотоэлектрических панели. В этой связи совместно с Министерством инвестиций промышленности и торговли мы планируем создать проектный офис, куда будем привлекать зарубежных специалистов для уже начала реализации данных поручений. Прозвучали и другие поручения ответственным руководителям сферы, которые в конечном итоге обеспечат дальнейшее развитие индустриального сектора, привлечение инвестиций, инновационных технологий, создание новых рабочих мест. В ходе посещения Сергилийского района столицы руководитель страны также ознакомился с деятельностью созданного здесь предприятия, специализирующегося на производстве кафеля и керамогранитной импортозамещающей и экспортоориентированной продукции. Общая стоимость данного проекта равна 42 миллионам долларов, а производственная мощность позволяет выпускать 10 миллионов квадратных метров изделий в год, что покрывает почти 10% потребностей нашей страны в данной продукции. На предприятии установлено современное оборудование, завезенное из Китая, и создано 450 новых рабочих мест. Благодаря созданным возможностям здесь уже достигнуты определенные результаты. Если конкретнее, это организация производства по выпуску более 10 видов керамических изделий, и это только начало. Здесь намерены значительно расширить их ассортиментный ряд. А ведь приступили к запуску технологической линии всего лишь месяц назад. И еще один нюанс. Работа в основном строится на местном сырье, которое составляет в процессе производственной деятельности 95%. Президент поинтересовался качеством выпускаемой продукции, где наглядно представлены все уровни целостной цепочки производства от сырья до готовой продукции. В ходе беседы глава государства обозначил конкретные задачи перед ответственными лицами по дальнейшему расширению деятельности посредством реализации новых бизнес-инициатив на основе международного опыта. В контексте всего района имеется немалый потенциал в этом направлении, который, как отметил президент, при эффективном использовании даст мощный толчок к дальнейшему развитию территорий. Созданием, в частности, до конца нынешнего года дополнительно 15 тысяч новых рабочих мест. В ходе визита уважаемого президента на новую фабрику по производству керамических плит «Ариент Керамикс» было ознакомлено технологический процесс производства данных продукции. Это осуществляется в рамках программы по развитию промышленно-строительных материалов. В соответствии с поручением уважаемого президента, со стороны компании «Ариент Керамикс» это уже четвертый проект, который запускается в Узбекистане и, соответственно, дает сильный толчок к его развитию. Это экспорт, это ближайшие наши соседние страны, новые рабочие места, инвестиции. К примеру я могу привести, что новые инвесторы со таких европейских стран, как Италия, Испания, Китай, очень заинтересованы в осуществлении таких проектов. С использованием насторожения Каолина, его переработки, обогащением Каолина, как основа в производстве керамических плит. Помимо этого, в ходе визита уважаемого президента был осуществлен показ продукции с использованием Каолина, таких как фарфоровых посуд, изделия из лесовищных кирпичей. Возможность очень большая, потенциал очень большой. Рост и экспорта, импортозамещение тоже имеется. Со стороны уважаемого президента было дополнительное поручение, осуществление дополнительных проектов. Это проекты по расширению, освоению новых видов продукции, в основном это инновационные продукции с использованием Каолина, к примеру. И соответствующая программа будет разработана и будет реализована со временем. Также руководитель страны провел беседу с хакимами районов города Ташкента, которые в свою очередь представили подробную информацию о проделанной работе, а также планы на перспективу. На основе анализа их деятельности главой государства поставлены актуальные задачи, направленные на дальнейшее социально-экономическое развитие столицы. Основное внимание было уделено реализации перспективных проектов. Особое внимание было уделено привлечению иностранных инвестиций, созданию новых рабочих мест, привлечению современных технологий, обучению нашего местного персонала. И исходя из сегодняшнего потенциала города Ташкента, исходя из потенциала и возможностей каждого района города Ташкента, были поставлены индивидуальные задачи перед каждым руководителем района. Более того, перед каждым районом поставлены задачи по привлечению не менее 200 миллионов долларов иностранных инвестиций в реализацию перспективных проектов в сферах услуг, в сфере производства и многих других направлениях. Особое внимание было уделено механизмам по реализации, механизмам по мониторингу перспективных проектов. По итогам шести месяцев в городе Ташкенте освоено порядка одного миллиарда долларов США и было создано более 15 тысяч новых рабочих мест. И с учетом поставленных новых задач со стороны нашего уважаемого президента, до конца года мы полностью пересмотрели наш инвестиционный портфель и перед собой мы поставили задачи по освоению не менее 2,5 миллиарда долларов США до конца текущего года. Далее руководитель страны посетил Махалю Хастимаму, улицу Зархайна, родную из древних махалей ташкента, имеющую давнюю и богатую историю, свои обычаи и нравы. Большая часть семей занимаются ремесленничеством и торговлей. Здесь для улучшения инфраструктуры предпринимается реализовать программу «Благоустроенный дом». Каково настроение проживающих здесь жителей? Довольны ли они своим бытом? Насколько они счастливы от огромной созидательной работы, происходящей вокруг? Каковы их мечты о завтрашнем дне? Каковы их намерения? В беседе, состоявшейся в доме Эльдоса Абдулаева, президент спросил у людей об этом. «Мы сделаем то, что вы посчитаете лучшим для вас. Наша цель и обязанность создать достойные условия для каждого человека», сказал президент.